Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у меня в гостях Аскватима. И сегодня мы будем есть алчу. Если вы живете в Азербайджане, то вы очень тесно знакомы с этим фруктом. Это такой кисленький фрукт, который вот так вот хрустит. Сегодня будет челлендж. Мы будем считать, кто больше съел алчи. Кстати, насчет челленджей и победителей. В прошлом видео я столкнулась с большим количеством хейта. На моем канале. Да, даже зашел до того, что люди переходили на мой канал. И под моими видео, которые совершенно не имеют отношения к еде. Писали о том, что почему-то так жестоко обращаешься с Алькой. Смеешься на ней и так далее. Что она не выиграет. Говоришь, что выиграешь ты. Дело в том, что это была шутка. И самое главное, что Алька это поняла, конечно. Но, если честно, мне было немножко неприятно. Я надеялась, что это будет смешно. Что вы просто все повеселитесь и поймете, что я просто пошутила. Понимаетесь? Джок. Юмор. Понимаете? Юмор. Есть такая вещь. Можете погуглить, если не знаете, что ли. На самом деле, она просто шутила в видео, но вы как-то восприняли это неправильно. Я хотела, чтобы всем было весело. Но получилось, как всегда. Так что теперь я не буду говорить, кто победил. Потому что и так все знают, что побежу я. Да, я. Да, все я тебе рассказала, больше я не буду повторять. А тем делом, а майка уже вырывается вперед. Ага. Уже две. Пока я тут болтаю. Ага. Ага. Ничего. До этого видео мы, кстати, снимали видео про чипсы. Поэтому заходите на канал Аскватим. И ссылка будет в инфобоксе. И смотрите наше видео про чипсы. Было очень интересно. Кстати, я еще хотела сказать, что на самом деле Айка такая хорошая подруга. Вы даже не знаете, насколько. Вот, например, сейчас был дождь. И я сказала, что я промокну, пока я дойду до тебя. Она мне предложила прийти за мной в этот ливень с зонтиком. Хотя она могла бы этого и не делать. Я бы ее даже не попросила об этом. Может, кто-то скажет, что это мелочь. Но это просто тот пример, который я могу привести, исходя из последних событий. Так вообще она... Человек, который никогда не бросит своего друга в беде. Даже пожертвует собой, но поможет другу. Я это очень ценю, реально. Не все друзья ценят. Ай, ты мне в ухо поцеловала. Не делай такие вещи. Ты сама подставила. Как тебе, Алчак, кстати? Шикарно. Соль и вообще кайф. Когда я была маленькая, я ела Алчу с сахаром. Да. Наверное, потому что моя мама знала, что у меня и так чрезмерное употребление соли. Из-за того, что я из-под тяжка, как я вам рассказывала в прошлом видео, макала палец с солью, кушала. Поэтому мама меня обманывала, что нет, на самом деле все едят с сахаром. И подставила мне сахар. У меня уже пять. Ну что мы, кстати, спорим? Давай на щелбан. Патя почувствовала запах проигрыша и решила удешевить победу. Не на щелбан. На что? Давай щелбан и десятка. Согласна? Прямо в конце видео. Это как-то унизительно. Короче, давай будем спорить на 10 монат. Это приблизительно 350 российских рублей. Я думаю, что это небольшая сумма и будет не больно проиграть. Даже физически и морально так же. Смотрите, какая крупная мне попалась. Я прям под цвет оделась сегодня. Да. К тему. Такая хрустящая. Не сутулься. Кстати, вчера я сделала Нокси для Асхватима. Такого розового цвета. Как тебе понравилось? Шикарно. Я даже сегодня получила комплименты. Мне попалась сладкая. Сейчас такой период, когда Алча уже начинает переспевать и становится мягкой и сладкой. Скоро она будет красного цвета. Ты любишь, когда она такая будет? Нет. Я тоже, кстати, не очень люблю. Я люблю жесткую, хрустящую и соленую. А моя мама, например, любит, когда она мягкая уже. Папа ради меня нас на даче посадил 4 аж дерева Алчи. Как это мило. Я сейчас понимаю, что не только ради меня, но и ради тебя. Вместе поедем и будем кушать. И очень-очень сочная Алча. Там вообще космос. Обожаю детство. У нас в детстве во дворе было Алчовое дерево. Даже целых 2. Мы лазили по этому дереву и срывали эту Алчу. Даже удовольствие было не в самом поедании. Добычи. Прикольно. А я попробовала впервые Алчу, когда приехала в первый раз в Азербайджан за долгое время. То есть, я не приезжала где-то около 5 лет. А потом, когда приехала, где-то был май месяц. И все начали покупать эту Алчу. Я не понимала, что это за фрукты. Мне казалось как-то тупо есть ее с солью. Потом попробовала и подсела. Невозможно не подсесть. Кто любит Алчу, ставьте лайк. Кто не любит, пишите коммент. Господи, какая кислая мне попалась. Я люблю так. Походу, я проиграю. Походу, я проиграю. Ес! Ес! Теперь я буду. Твои защитники сглазили меня. Это танец. Знаешь, что за танец? Это танец победительницы. Это мой танец. Почему так кисло? Дал чай, детка. Вот раз попалась какая-то совсем кислая. Я буду брать с твоей стороны. У тебя какие-то неприкольные. Да, бери. Очень кислая. Я буду брать чуть-чуть помягче. Работа моей мечты. Сидите, есть на камеру. Главное, чтобы вам нравилось. Вы все говорите, снимайте про еду. Мы снимаем. Мы всегда делаем то, что просят у нас подписчики. Это закон Ютуба. Если зрителям нравится, то значит, надо снимать на эту тему побольше и почаще. Я правильно говорю? Правильно, конечно. Я хочу помягче. Вот. Ты же сказала, что любишь твердую и кислую. Да, но здесь он совсем твердый. Я кайфую. У тебя сколько там? Я уже сбила счета. У меня десятая. У тебя, кажется, больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. О, боже. Она выиграет меня. Великую Аскфатину. Как же моя палетка от Мэйбелин? Она не стоит все равно десять минут. Ну, я бы добавила твои денежки. Сейчас. Остались прям совсем кислые. У меня уже шестнадцатое. Это семнадцатое. У меня надо быстрее это есть. Ты уже меня не догонишь, детка. Сейчас тебе все начнут писать, почему ты издеваешься над бедной Аскфатимой. Хочешь. Который час? Интересно, сколько мы уже сидим. Минут десять. У меня девятнадцать. Сможешь съесть девятнадцать? А у меня оскомина на языке. Расскажи, как ты пришла на Ютуб. Давай, чтобы видео было не просто чисто про еду, а еще было немножко информативным. Как так получилось, что ты вот решила стать блогером? Что тебя подтолкнуло на это, так скажем? Так получилось, что у меня в Ютубе в рекомендованных появились бьюти-блогеры. И я стала их смотреть. Это были российские и украинские блогеры. И решила тоже открыть свой канал. Сначала это был канал про косметику изначально. Потом как-то в последнее время мы перешли на тему еды. Мы стали великими мукбанкерами. Не, не просит. Самое интересное, что хоть бы один человек написал. Патя, где видео про косметику? Я же жду твои обзоры. Нету. Получается, что все два года просто... Наоборот, когда ты косметику снимаешь, все спрашивают, а где мукбанки? Да, да. Ну, наверное, каждому человеку что-то дано. Мне, например, не дано делать очень красивый какой-то мейк. Хотя я очень долго старалась. Но сейчас я вижу, что мои видео про еду очень хорошо заходят. Поэтому я снимаю про еду. А первое мое видео, которое подтолкнуло меня вообще создать свой канал, это видео о покупках, которые снимала Дженни Гейн. Может, вы смотрите ее. Ты смотришь ее? Я в начале своей карьеры, так скажем, на Ютубе смотрела именно ее. Сейчас вообще не смотрю. Она там развелась с мужем и так далее. Я раньше смотрела, но сейчас уже не смотрю ее. Я тоже раньше смотрела. Так смотрела. Не то, что я была подписана и следила за ней. Просто иногда попадалось в рекомендованных. И автоматически включались ее видео. И я их смотрела. Иногда. Да, парочку. Так нет. У меня, например, сейчас я не могу сказать, что я рандомно просто смотрю всех блогеров. У меня есть определенные блогеры, которых я смотрю, люблю. Подписываю на них в Инстаграме. Кстати, обязательно подписывайтесь на наши Инстаграмы. Потому что прежде чем снять видео, я обязательно снимаю сториз. Обязательно захожу в прямой эфир. И вместе с вами общаюсь. И именно идеи я свои черпаю из Инстаграма. Спрашиваю вас, чтобы заснять. Поэтому обязательно подписывайтесь и на мой, и на Фатин. Ссылка будет в моем в боксе. Это очень тяжело на самом деле, потому что у меня язык горит уже. Я, кажется, проиграю. Давай теперь считаем. Я думаю, что даже не имеет смысла считать, потому что все равно видно. И так и так понятно, что у меня больше. Ха! Аплодисменты. Аплодисменты. Ну ничего, не каждый раз же тебе побеждать. И давай моей 10 фанат. Это не шутка. Где твоя сумма? Можно я возьму кредит в банке? Я все отдам, пожалуйста. Нет, сейчас. Я ничего не знаю. Сейчас же. Крутая, да, я крутая. Деньги зарабатываю с ютуба, деньги зарабатываю с таких лохушек. Я, да, я. Вот это все я. Айка, раз, два, три, четыре, пять. Побольше таких лохушек в моей жизни. Побольше. Я себя чувствую каким-то зэком, авторитетом. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ну вот. 10 монат. Умница. Да вообще всегда так играть. Ой, как у меня прям настроение поднялось. Я тебя обожаю. Вы переживали за Айку, что я ее унижаю? Вот я ее обогащаю, а не унижаю. Вот так вот делается. А на этом все. Увидимся с вами очень скоро. Не забудьте подписываться на наши каналы. Ставить лайки, если вам понравилось это видео. Ссылка на мой канал будет внизу. Также обязательно ставьте колокольчик. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы вас очень сильно любим. А с вами была Айка Эмили. И Асхватима. Всем пока.